По выниках минулого года САУГАСКОМБИНАТ ЗАРА Мазырского района вошел в топ-9 лепших сельско-господарших предприемств в Беларуси по надуях молока. Сегодня в Украине две господарки показали выник у 11 тысяч литров на корову и 7 по 10 тысяч. Миновата такого показчику и досягнули Мазырани. Державное предприемство, наведали наши корреспонденты. Державное предприемство ЗАРА – вытворжесть шмат профильная. А мальпалова, вырабляемая продукция, припадает на свиногадолю, плюс птушка и живелогадоля. При сучасных закупочных ценах для господарки отриманное молоко – одна из головных крыний с доходу. У господарцы захавался фильм 1989 года, где работники сельгазпредприемства кажут обжадании выстину узровень надоев у 5 тысяч литров. Летость отримали больше, чем 10 тысяч, что дозволило значительно полепшить экономику. Молоко у нас занимает порядка 12-15% в объеме производства продукции. Выручка от молока в месяц составляет свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей. Себестоимость молока сложилась на уровне 50 копеек. Рентабельность молока свыше 50%. Высокие надои и отповедный прибыток напрямую поплывали на зарубки операторов машинного доения. Сегодня их зарплата складает 1300 рублей. Плюс, что месячный бесплатный продуктовый набор на амаль 150 рублей. Мясо свинины и птушки, рыба, мед и яйки. Правда, при порушении дисциплины и технологии вытворчасти гэтага додатку можно позбавиться. А праша таго недобросумленный работник на протягу года не будет отримливать никаких додатковых выплат. А гэта амаль – 2000 рублей. Тому дисциплину и технологии тут мкнуться не порушать. Татьяна Гуня до гэтага працавала у дитяшем садку. Кажа, пакуль досконало не освоила увесь процесс, да самостоинной работы не допускали. Стажировали меня пять дней. Я проходила стажировку, а потом уже меня поставили постоянно работать. И учили все по технологии. Еще одна складающая поспех у Саугаса комбината «Зара» – наявность команды профессионалов. Тут кожный не только изъявляется специалистом, а ле и не си отказной за свой участок. Для того, чтобы оператор машинного даяния отримливал высокие надои, прикласти намаганье необходимо усім, кто заняты в процессе. Работа организована так, что с пяти утра, то есть с начала дойки, до 24.00 находится по-любому какой-то специалист на ферме. Так организована работа. Потому что мало ли есть разные непредвиденные обстоятельства, чтобы скоординировать работу не было сбоев. По выниках минулого года воловы надой молока в сравнении с 2018-м в Мазырском районе повележився на 10%. И это самый высокий показчик сирот регионов в области. Средний удой от коровы склав 7.455 литров. Амально 3.000 больше среднего областного показчика. По этой позиции мы заранее так само лидеры. Хоть с понятцем на досягнутым тут не сбираются. Надое у 10.000. Остатние господарки района в ближайший час вероятно не смогут досягнуть. Али, сегодняшние показчики обещают полепшить. Коллективы, во-первых, стабильные, которые сегодня у нас присутствуют на животноводческих объектах. Плюс кормовая база, которая с каждым годом улучшается. Ну и использование, конечно, витаминных добавок и энергетических добавок. Это и генетическое состояние нашего стада. Поэтому поэтапно по 200-300 килограмм в год мы за 4 года, я думаю, должны превысить уже планку 8 тысяч с половиной.